Держу, держу. Хорошо, держу. Вот. Вот и все. Надежда Яговцева – труженица тыла. Ей 87 лет. Для нее даже просто выйти из дома – это большая проблема. Тем более садиться на санки. Выезжать на дорогу еще тяжелее. Старые санки вязнут в сугробе. Это кладбище, сходите мне. Я вот сюда, вот вы, иди сюда, рыжая. Иди сюда. Витя, все, хватит, не поеду я. Она пять лет не была за пределами родной улицы. Недавно заболел бок. Оказалось, в желчном пузыре зашевелился камень. Скорая не смогла приехать к пациентке. Сказали, дороги не чищены, машина увязнет в снегу. Надежда не скрывает отчаяния. Ну что делать? Надо доживать-то. Я все не хочу жить, хочу повешаться. Единственный, кто заботится о Надежде, это ее сын Виктор. Он родился с диагнозом церебральный паралич. Мать выходила ребенка, вылечила его травами и народными средствами. В их доме перебои с электричеством и нет горячей воды. Виктор боится, что семья может достаться и без денег. Пенсию не привезут. Им звоним, они говорят, у вас дороги нету. Не проехать, не пройти. Соседям пришлось брать лопаты и разгребать сугробы на дороге. Вручную расчищали. Просили большую машину, грузовик проехать взад-вперед, чтобы хоть как-то утоптать. Мы вообще не выбираемся. Вот вчера засыпало и даже на скорой нельзя было уехать. Никуда. Скорая не могла подойти к домам. Пенсионерки здесь активные. Они предлагали городской администрации собрать нужную сумму и купить вот этот дом. Там бы разместили аптеку и медпункты, даже, может, пункт полиции. И выбираться в город не надо. Все рядом. А пока приходится расчищать дороги самим. И не поверишь, работает как молодая. На самом деле, Алле Кавковой уже за 8 лет. Не, ну так плохо же. Валит много. Так я на дню два раза чищу. А как, что, иначе-то не зайдешь, не залезешь. Жить в таких условиях не сладко. А жители поселка Пильное пытались возмущаться. Недавно составляли обращение и к депутатам, и даже просили технику у главы городского округа. Обращались к господину Козлову. Он отказал. Сказал, что вся техника брошена на город, а окраины подождут. Ну и ладно. Мы проживем и так. В городском хозяйстве пояснили, из-за снегопада вся техника пока занята в городе. Там, где интенсивное движение, в первоочередное. Это в контракте у Болевской прописано. Он работает по контракту. И в первоочередное, вот приоритетное направление есть, он их чистит. Потом уходит на второстепенные дороги. Это на поселки и так далее. Зимой бездорожье в поселках, к сожалению, это частое явление. Горхозе пояснили, почистить дороги на Пильной должны в ближайшие дни. Александра Поддубная, Владимир Махмутов, Интера ТВ.